две недели две недели прошло с тех пор как я пользуюсь пылесосом я очень давно хотел себе беспроводной пылесос который было бы легко доставать и которым было бы легко управлять потому что если у вас семьи есть повышенная концентрация мусорщиков то такое устройство это просто как говорится маст хэв это blitzwolf bw ar 182 и не спрашивайте зачем они придумывают такие сложные названия а лучше послушайте о моем опыте использования этого пылесоса и первое что мы сделаем это поговорим про деньги цена этого пылесоса составляет 90 долларов или в рублях на момент записи видео это почти 6000 рублей для беспроводного пылесоса это реально немного например конкурент сяоми стоит в два раза дороже и если вы хотите еще сэкономить то воспользуйтесь кэшбэком letyshops это надежный кэшбэк и получите скидку еще примерно в 4 процента ладно погнали на столе вы видите все что идет в коробке с пылесосом задерживаться на этом долго не буду не имеет смысла потому что все увидите по ходу видеоролика мои мысли сразу после распаковки были такими почему я раньше не пользовался такими пылесосами это ведь обалденно удобно дети как вы видите тоже были довольны пылесосом я был так впечатлен что сразу же в первые же минуты выпали сосил себе всю комнату с ковром посадил аккумулятор загрязнил пылесос вытряхнул пыль и поставил аккумулятор в комплекте идет один поэтому когда он разрядился приходится ждать а он заряжается около четырех с половиной часов это долго но реально поставил на ночь и забыл кстати в инструкции так и написано от 4 до 5 часов еще держать его можно воткнутым прямо в пылесос или отсоединив от пылесоса также в инструкции написано что аккумулятор способен и вывести 500 циклов 500 перезарядов проверьте этого как вы понимаете не могу поэтому приходится верить если так очень грубо посчитать заряжая пылесос два раза в неделю аккумулятора вам должно хватить ну например на пять лет но кстати на banggood продается дополнительный аккумулятор который можно приплести за 30 долларов поэтому думаю что это не проблема качество материалов честно не могу жаловаться но бывает и получше вот например этот держатель который держит два дополнительные два две дополнительные насадки я попытался закрепить на трубу и он просто сломался я ничего не сделал такого чтобы он треснул все в пределах разумного просто либо пластик должен быть более эластичным либо это держатель должен состоять из двух частей все равно же вы должны прикрутить его к трубе с помощью шрупа который идет в комплекте то касается качество сборки всего остального самого пылесоса механизма защелок все выглядит надежно кстати труба не пластиковая а металлическая похоже что это алюминий или какой-нибудь сплав алюминия и эта труба пришла слегка помятой прямо из коробки и здесь я прям ничего не хочу комментировать что в пылесосе разбирается вот так он выглядит в разобранном виде прошу извините меня за то что пылесос немного грязноват но на самом деле это говорит о том что я им реально пользовался они просто распаковал и показал пылесос всасывает нечисти вот в этот контейнер а для того чтобы пыль и грязь не попала в мотор здесь стоят три фильтра 1 сетка от попадания крупных частиц ну и 2 3 от попадания более мелких частиц комплекте дополнительных фильтров нет и купить эти фильтры я не знаю где в интернет-магазинах я не нашел поэтому нужно бережно относиться к тому что есть мыть и сушить фильтры можно но конечно же с мокрыми фильтрами использовать пылесос нельзя как и затягивать воду в этот пылесос тоже нельзя в основной насадкой снимается щетка это хорошо потому что на нее наматываются волосы и иногда нужно прочищать ведь она крутится во время работы пылесоса пылесос можно использовать в разных конфигурациях и в нем есть два режима слабый и мощный управление здесь очень простое одна кнопка которая пылесос запускает и включает слабый режим и вторая кнопка которая запускает мощный режим хорошо ли он пылесосит и хватает ли его мощности мой ответ да хорошо и мощности вполне хватает но я предпочитаю пылесосить только на более мощном режиме потому что слабый тянет как мне показалось слабовато вот вам небольшой тест с горстью риса первую половину я засасываю на слабеньком режиме но вторую на более мощном режиме пылесос справляется на обоих режимах но на более мощном он справляется лучше по шуму децибелом могу сказать что с мощным режимом он выдает около 70 децибел с щадящим режимом около 65 это не громко по ушам не бьет вообще и дискомфорта никакого не доставляет во время работы blitz full заявляет что пылесос способен проработать на turbo режиме около 20 минут в реальности же подключив крутящуюся насадку елозию по разным поверхностям по коврам по полу у меня получилось около 19 минут на более мощном режиме кстати говоря для того чтобы вытрясти грязь из контейнера по задумке конструктора нужно просто открыть крышку и грязь ну прям вывалится и упадет мусорный бак но в реальности часть вываливается а другая часть грязи прилипает к фильтру ее нужно чем-то подковыривать это не совсем удобно но уж как есть комплект есть вот такая вот щеточка ковырял к и я ее для этого использовал также на этой щеточке ковырялки есть еще и лезвие с крючком зачем там лезвие для меня это загадка может быть из вас кто-то догадался напишите об этом в комментариях но и друзья последнее о чем бы хотел рассказать перед своим выводом это хранение пылесоса как его можно и нужно хранить для этого у нас есть вот такой вот магнитное крепление ксене она прикручивается шурупами либо же его можно приклеить просто на двустороннюю ленту 3м я кстати советую вам приклеивать потому что это крепление выполняет только поддерживающую функцию чтобы пылесос не упал в какую-либо сторону пылесос на ней не висит держатель его просто придерживает магнитом еще храните пылесос рядом с розеткой потому что как я и говорил аккумулятор можно заряжать не вынимая из пылесоса благо длина кабеля зарядного устройства почти два метра метр восемьдесят подытожим минусы ну первый минус я писать не буду просто о нем скажу алюминиевая труба пришла ко мне слегка помяты мне это соответственно не понравилось второй минус его уже я напишу попытавшись надеть держатель для дополнительных насадок на трубу он просто переломался пополам пластик должен быть более эластичным или это держатель должен состоять из двух половинок в третьих не совсем удобно вытряхивать мусор из контейнера потому что он там застревает и его приходится выковыривать какой-нибудь палочкой ну а теперь по плюсам во первых он недорогой 90 баксов для такого пылесоса это немного во вторых он удобный мобильный и не тяжелый в сборке самой навороченной насадкой и с трубой он весит около двух килограмм даже дети справлялись в третьих он тихий около 70 децибел я намерил в четвертых он достаточно мощный я переживал по этому поводу но реально все оказалось гораздо лучше чем я думал но и в пятых он легко разбирается и легко чистится и главный вопрос друзья доволен ли я пылесосом и мой ответ несмотря на его минусы я очень доволен потому что я очень давно хотел себе пылесос такого типа а что думаете вы купили бы вы себе такой инструмент для уборки мусора или все же купили бы что-то подороже напишите об этом в комментариях я надеюсь что мое видео вам понравилось и было полезным для вас и с вами был женя как всегда всем удачи всем пока